Итак, ребята, начнем работать с формами серьезно. Так как нам, повторяю, необходимо будет написать комментарии и сразу же вложенные комментарии и все в одном представлении, давайте поймем лучше, как работать с формами. Начнем мы сначала с общего. Ну что, не поправили это? Ну да, здесь все просто на самом деле. Не поддерживает оператор плюс. Ну, на самом деле, всего лишь надо взять вот эту строку и переместить ниже. Вот, и ошибка ушла. Итак, ладно, погнали с формами. Переключитесь на ветку блок. Значит, для начала я хочу, чтобы вы взглянули и получили общее представление. Сейчас мы будем все это прописывать, но пока я просто вставлю, мы потом сейчас, я вас попрошу потом удалить. Пока просто вьюху мы ни в форумы не создаем ничего. В форум спай просто-напросто пока вставьте вот такую вещь. Ну и чтобы все у нас работало, чтобы у нас все работало. Еще две строчки. Значит, теперь, ребята, смотрите. Вот мы с вами изучали модели. Перейдем в модель, например, в блок. И четко здесь мы с вами разобрались, что есть сама модель, как класс, которая наследуется от модель с моделью. Есть поле, есть то есть переменная, да, как экземпляр класса. И есть поле. В данном случае Чарфилд, ну, разные поля. И есть настройки полей. Проще всего проходить формы в сравнении. Давайте откроем Форумс. Просто взгляните. Мы тоже видим что-то похожее на поля. И видим что-то похожее на настройки. Но это не настройки. Давайте разбираться. Сначала давайте зайдем в документацию. Сейчас будем спать, но вообще-то еще работать. Сначала зайдем в документацию. И откроем документацию по моделям. Fields, Types. Типы полей. По моделям. Обратите внимание. Этот документ содержит в том числе параметры полей и типы полей. Обратите внимание. То есть то, что мы изучали, да, в моделях. Возьмем блок. Это называется параметрами, да. Теперь перейдем в формы. Откроем Fields. Здесь это называется аргументы основного поля. Это разница. Как понять, полезли в код? Нам надо исходный код. Заходим в Django. Находим. Находим. Форумс. Находим. Поля. И начинаем смотреть. Fields. Поле. И вот здесь мы обращаем внимание на что? На init. И действительно, мы видим параметры. Теперь обратите внимание, как же они записаны. Мы видим звездочку. Сейчас мы это повторим. То есть, передача только как именованные аргументы. Иными словами, в формах передается все как аргументы. Мы сейчас повторим это с Python. Возможно, вы забыли. Первый. Record. Widget. Давайте откроем теперь документацию, чтобы у нас стала общая информация вся на места. И действительно, вначале мы видим аргументы основного поля. Вот он. Только что мы смотрели в документации. И так далее. Label. Suffix. Все они здесь. Делаем первый вывод. Первый вывод у нас следующий. Значится поле. Переосмысливаем. Поле. Поле. Нас интересует. В первую очередь, давайте дойдем до первого поля. Итак. Смотрим сюда и сюда. Название сейчас не важно. Значит, если это класс, значит создается экземпляр класса. Далее, джанго-разработчики объясняют, что есть формы с набором классов. Вот они пошли там перечисляться. Мы можем посмотреть. То есть, есть форма. И есть поле этой формы. Теперь вопрос. Основное, что включает форма, это виджет. Ведь надо куда-то вписывать. Само по себе ничего не появляется. Например. Чарфил, виджет по умолчанию, текст, импут. По названию понятно. Вот текста. Это нам понадобится потом. Про виджеты разберемся. И поле имеет определенные настройки. Но на самом деле, как мы с вами разобрались, это просто передача аргументов, которые мы с вами как раз-таки должны изучить. Сейчас начинает потихонечку все становиться на место. Чтобы создать форму, нам надо сначала импортировать путь. Далее, создать класс, который наследуется от форм, форм с форм, где мы сейчас были с вами в документации. Далее, создать экземпляр класса, который наследуется от форм с форм, выбрать поле и указать настройки. Настройки полей влияют на поведение и отображение поля. А есть еще, мы далее рассмотрим, еще есть, методы. Методы. В данном случае мы уже применяли метод проверки полей. Например, проверяет, введен ли емейл с собакой, без собаки. То есть, различаем сейчас сразу в голове. Аргументы, которые передаются полю, они указываются за, в скобках, передаются, то есть, параметрам, как аргументы, самим полям. Методы полей используются при написании функции, самой функции класса. То есть, это уже будет называться API, доступ к полям и разные действия с полями. Сейчас хорошо, чтобы более глубоко понять вот эту звездочку, да? Это новое в 3.8 было введено. Давайте-ка мы это прогоним. Далее мы сейчас продолжим поля, но продолжим следующим образом. Будем работать с API, то есть, таким образом. Работаем с API, смотрим, что происходит. Работаем с формой. Пишем представление, проверяем методы. То есть, пройдем все на практике, чтобы соединилось то, что есть в документации, с тем, то, что мы пишем в нашей IDE. Потихонечку, потихонечку так, мы соберем поля в голове в одно единое целое, и они станут такими же понятными, как модели. А пока запускаем Жанго Шелл. Мы с вами подготовили форум с АП, форум с ВЕРН. Но нам пока он рано. Чуть позже начнем. Пока я вас попрошу, пока я вас попрошу создать новый Жупитер Шелл. Где файл переименовать? Аркс. Парам. Лучше так. Теперь мы с вами все это проходили, поэтому открываем сайт Python. Нажимаем документация, нажимаем... Нет, не это, возьмем лучше. Туториал. Нажимаем функции. Все одинаково. Все с функции идет. А я что говорил? Функции должны отлетать. Мотаем вниз. И видим такую картинку. Итак, в данной картинке написаны только... То есть, позиционные обязательные аргументы. Ключевые слова или позиционные аргументы. Ключевые слова. Но видим опять же такую звездочку. Давайте вспоминать. А чтобы вспоминать, надо... Что сделать? Прогнать. Итак. Давайте. Я вот сейчас вставлю. Итак, все то же самое. Только... Делаем следующим образом. Итак. Shift-Enter. И начинаем писать первый код. Первая часть. Говорит о том, что это позиционные параметры. Значит, сюда должны передаваться позиционные аргументы. Но мы видим косую черту. Вспоминаем. Да? Что это значит? Это значит только позиционные аргументы. Иными словами, передача как переменных. Давайте это сделаем. Создадим функцию такую же f. И возьмем два этих аргумента. ПОС1, ПОС2. ПОС1, ПОС2. Итак, в обычном случае, вы это уже сами проверите, если убрать косую черту, мы могли передать их просто. Ну, давайте попробуем передать следующим образом. ПОС1, ПОС1, ПОС2. Сначала напишем функцию. Итак. Самое простое, чтобы понять только принцип. ПОС1, ПОС2. Очень важно для чтения документации понимание. Я сказал, что это должно быть по взгляду. Вернуть ПОС. Энтер. Итак. Давайте попробуем. Ведь позиционные аргументы попробуем передать по-другому. Итак. Записываем нашу функцию. f. ПОС1 присвоим значение 5. ПОС2 присвоим значение 6. И попробуем вывести. Так. Стоп. А я же не написал эту функцию. А мне ее надо написать. А почему здесь не сработало? Ага. Видите, как хитро. Это я за вас делал в любом варианте. Но мы же поставим черту сейчас. И все переиначим. Черту. И нажмем Ctrl-Enter. И нажмем вот так. Теперь дулю. Что здесь написано? Оно описано следующее. Некоторые позиционные аргументы переданы как аргументы ключевого слова. А это недопустимо. Потому что там стоит черта, которая говорит только позиционные аргументы. Ну что ж. Давайте попробуем переиначить. F. И передадим просто как переменные. 5 и 6. Вуаля. Все сработало. Итак, отлично. Когда стоит косая черта, аргументы передаются. Вспоминаем. Да? Только как позиционные. Отлично. Следующий вариант. PosROrQuartz. КВД. То есть слово. Это тоже сделаем. Делаем новую функцию. DevF. Pos. PosRQD. И, в принципе, самое простое. Пусть var присвоим значение postKvd плюс строка org. У нас будет слово work. То есть мы сюда v передадим, чтобы нам было понятнее. Вернуть. var. Теперь давайте попробуем передать функцию как позиционный аргумент, обычный. Просто. Сработало. Берем второй вариант. Передаем по ключевому слову. Сработало. Отлично. И, наконец-то, то, что мы видим здесь в документации, мы видим звездочку. Что это говорит? Это говорит о том, что после этой звездочки только ключевые слова. Но оно и понятно. Оно и понятно. Оно и понятно. По-другому вроде как и не должно быть. Почему? Потому что не мог уже идти дальше позиционный аргумент. Иначе бы он не работал. Но, тем не менее, звездочка стоит только ключевые слова. Хотя здесь у нас стоят просто аргументы. Здесь нет. Здесь нет, допустим, знака присваивания. И, допустим, там, ноны. Либо по умолчанию что-то. Здесь просто стоят два. Ну, в данном случае, либо два, либо десять. Два параметра. Куда надо передать аргументы? Но звездочка говорит о том, что только ключевые слова. Именно здесь это и работает. Да? Только ключевые слова. Потому что формы должны нечто принимать. Иными словами, виджет мы определяем виджет. Лейбл мы определяем лейбл. То есть, они подстраховались. Они поставили ключевые слова, чтобы, если мы указали уже лейбл, то мы указали название лейбл. Если мы указали не сел, то что сделаем? Как это? Если мы вводим error message, да? То, во-первых, определить, что мы вводим и как это отображать. Иными словами, они очень четко поставили грани. Ну что ж, давайте мы с вами проверим этот вариант. Итак, что мы делаем? Мы с вами берем следующее. Создаем нашу deff и возьмем два параметра. КВД-1, КВД-2. Ну хорошо. Пусть будет следующая вещь. Пусть будет следующая вещь. КВД присвоим значение. Ну нет, это не V, это W. V. Плюс КВД-2. Вернем КВД. Shift-Enter. Итак. Но мы забыли. Мы ставим звездочку. И вот так. И опять нажимаем Shift-Enter. А теперь давайте-ка попробуем. Вызываем нашу функцию. И попробуем передать как позиционный аргумент. Ведь их два всего, да? Попробуем. В. Или пусть будет Во. А здесь строка Work. Нажимаем Enter. Чертов два. Переведите это. Тут скажут, что нельзя передавать позиционные аргументы. Давайте-ка попробуем сделать по-другому. И передадим как ключевые слова. КВД-1. Во. КВД-2. Как строки передаем. Арк. Все работает. Давайте пока сделаем следующее. На момент уберем вот эту вещь. И перезапустим. И перезапустим. Так бы работало, да? И так бы работало. Но. Когда мы ставим звездочку. Говорим. После этой звездочки. Передача. Только. Аргументов. Параметрам передаются. Ключевыми словами. Именно это мы увидели в Django. И оно здесь оправдано. Действительно. А посмотрите. Логика, в общем-то, очень правильная. Да, правда? Вот нам, пользователям, это вполне понятно. Исходя из документации. И понятно абсолютно любому нормальному человеку, который хоть чуть-чуть разбирается в Python. Мы указываем просто что-то, да? Переменную. Взяли, введите e-mail, да? А к чему оно относится? К лейбл, к лейбл суффикс, к error message, к чему? Неизвестно. Почему разработчики позаботились, что если мы указываем лейбл, то надо указать значение, а не просто значение. Теперь нам понятно, что модели я уже не буду сейчас затрагивать. Мы их разбирали уже, да? И будем дальше разбирать. Теперь понятно, почему звездочка. Теперь понятно, что мы будем передавать. По крайней мере, не так много аргументов, с которыми надо разобраться. Итак, для вводной части пока это все. У нас есть вся информация основная. Дальше можно работать с методами. Для тех, кто начал с этого видео, возможно, вам непонятно. Начинать надо. Конечно, вы можете начать. На канале есть видео, пишем сайт с нуля. Там уроки бесплатные, 41. Дальше уже идут такие вот обзоры, да? Но иногда я и делаю такие уроки, чтобы вы поняли ценность этого материала. Все подробно. Но лучше всего, конечно, работать spb-tube.ru и до создания сайта больше 100 уроков. Войти в Django и так далее. Есть вещи, которые надо знать досконально до создания сайта. Тогда у нас все пойдет как по плану. А сейчас мы это делаем только для того, зачем мы сейчас это разбирали. Мы же, в принципе, писали уже формы. Но я считаю, что написал форму, даже если мы разобрали представление, то и написали там саму форму ранее, как я говорил в предыдущих уроках. Где у нас дискуссии? То, по сути дела, этого мало. О формах надо... Мы же добиваемся чего? Чтобы использовать документацию. Но я всегда учил, ребята, так. Я учу, что... Запомните. Исходный код всегда дополняет документацию, ставит все на места, то, что мы недопонимаем. Я вам сейчас это доказал. И скажите, что что-то было сложное? Все дело в том, что если бы вы ранее послушали меня, кто послушал, прошли функции, то бы вы знали, что считывать. Я еще чуть позже расскажу, как считывать слои кода. Но это уже другая тема. Пока все. Итак, продолжим формы.